Всем привет! Вы на канале МАДИ. Сегодня мы готовили маринованные помидоры и ассортиз с огурцами, томатами и сливами. Такие банки хорошо хранятся без холодильника на полочке. Рецепт я оставлю в описании под видео. Если вы хотите узнать наш простой, но безумно вкусный рецепт, то оставайтесь с нами и посмотрите наше видео полностью. Для приготовления нам понадобятся помидоры с толстой кожей. У нас в Алматы этот сорт называют новичок. Также нам понадобятся листья хрена, болгарский перец, укроп, чеснок, соль, сахар, уксусная кислота, стерильные крышки и стерильные банки. Крышки заливаю кипятком и ставлю кипятиться. В каждую банку в дно выкладываю чеснок, два листа хрена, вся зелень должна быть тщательно промыта. Следующим слоем кладем крупные помидоры. Плотно, однако, дной. Болгарский перчик режу на 6-7 частей и прокладываю между помидоров. Стебли укропа укладываю в середину, а веточки красиво прокладываю к стенкам банки. Так красивее. И еще один слой помидоров. Прокладываем перчик. Сверху укладываю самые мелкие помидоры. Оставляю место для рассола, чтобы помидорки из рассола не торчали. Проделываю то же самое со второй банкой. Маринованные овощи нельзя назвать полезной едой, поэтому я готовлю всего несколько банок на зиму только для праздничного стола. Учитывая мою любовь к маринованным помидорам, это, пожалуй, единственный способ сделать так, чтобы я ими не злоупотребляла. Я могу их есть ежедневно. Для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта и проблемами в почках маринады не самая полезная еда. А еще я рассол пью, добавляя его в салат ольве. Одним словом, все составляющие этих баночек, за исключением листа лаврового и листа хренового, будут с удовольствием мною употреблены. На третью банку помидоров не хватило, осталось только 4 штуки. Но это не беда, у меня остались огурцы, они уже вымоченные и без хвостиков. Выкладываю огурцы столбиком, один к одному. В середину кладу укроп. Прокладываю болгарским перцем. И выкладываю оставшиеся помидоры. Еще у меня есть сливы толгарка. Я их тщательно промыла и закладываю в банку сверху. Кстати, вы смотрели видео с рецептом варенья из слив с косточками на нашем канале? Если нет, посмотрите, такого шикарного варенья вы еще точно не пробовали. Ну вот, все плотно уложили. Не забываем оставить достаточно места, чтобы рассол полностью покрывал содержимое банок. Заливаю кипяток из чайника, который, пока мы укладывали нашу красоту в банки, успел закипеть. Заливаю до середины, потом продолжаю заливать доверху, чтобы банки привыкли к температуре и не лопнули. Накрываю банки крышками и оставляю минут на 20. Содержимое прогреется, продезинфицируется, банки остынут и их можно будет взять в руки, не обжигаясь. Потом снимаем крышки, сливаем воду в мерный стакан. С двух банок вышло 1500 грамм. Переливаю эту воду в кастрюлю. С третьей банки вышло 800 грамм. Тоже заливаю в кастрюлю. Банки накрываю крышками. Теперь считаем 1500 грамм плюс 800 грамм выходит 2300 грамм. Округляю до 3 литров для удобства. Значит нам понадобится долить 700 грамм воды для рассола. Готовим рассол. На 3 литра воды, сахара 9 столовых ложек. Соли 3 столовых ложки. Лаврового листа по 3 штучки на каждую банку. Кладу по 5 горошин душистого перца и примерно по 10 горошин черного перца. Выкладываем из рассола по 3 лавровых листа в каждую банку. Наливаем 7 столовых ложек уксуса 9% Перемешиваем и сразу заливаем в банки до самой кромочки, можно сказать с горкой. Ведь овощи впитают рассол и он слегка осядет. Накрываем крышками, аккуратно покрутим банки, выпускаем лишний воздух и закручиваем банки при помощи ключа. Переворачиваем, проверяем чтобы не подтекало. Ставим банки на полотенце крышками вниз. Накрываем полотенцами до полного остывания. Вот такая красотища у нас с вами сегодня получилась. Ставьте лайки, если вам понравилось наше видео. Знаете, что ваши лайки и комментарии помогают нам в продвижении. Если вы зашли впервые, подпишитесь, жмите на колокольчик, тогда вы нас точно не потеряете. Всем спасибо за внимание! Мира и добра вашему дому! До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok